Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное обновление Star Stable Online, и это ежегодное празднование дня рождения Star Stable, но кроме этого, ребята, в этот раз мы празднуем 10-летие. Я заранее извиняюсь, что видео не вышло в день обновления, и чуть позже во всем виновата появление котейки в моем доме, так что если вы любите котеек, это хорошо, потому что теперь у меня тоже появилась своя собственная котейка. Ну, перейдем непосредственно к обновлению, так что устраивайтесь поудобнее, седлайте своих коней и поехали! Давайте начнем с самого приятного. Самое приятное это то, что на сайте Star Stable идет отмечание этого дня рождения, и очень много здесь, я бы сказала, прям подарков таких хороших. Во-первых, во время празднования мы можем послушать плейлист, но я его ни разу не включала и сейчас тоже включать не буду. Здесь на этих вкладках нам описывают все, что связано с днем рождения, дискотека в Морлоде, где будет представлять свою музыку диджей Кай, также костюмы в магазинчике Mail, бесплатная лошадь, и да, надеюсь, все желающие уже получили ее. Если вы еще не получили эту бесплатную лошадку, пишите своим самым верным друзьям, чтобы они смогли зайти на ваш аккаунт и сделать вам такой подарок, и все-таки купить, точнее просто получить эту бесплатную лошадь в честь дня рождения Star Stable. Но, ребята, будьте внимательны, делайте это только если вы абсолютно уверены в вашем друге. Не доверяйте данные от своих аккаунтов чужим посторонним людям, это важно. Вот, потому что у нас дополнительный опыт, каждый день до конца праздника вы можете набрать больше опыта за гонки, но, к сожалению, у меня сейчас какое-то глобальное нежелание качать своих лошадей, абсолютно никаких, поэтому это проходит мимо меня. И также веселые спутники, вы можете поговорить с Мэдисон, Ранни и Эвергрэем, и они будут сидеть на вашей лошади, пока вы катаетесь на Юрвике. Как только они вам надоедят, и вы захотите их спешить со своей лошади, просто вернитесь опять на фестиваль, где празднуется непосредственно день рождения. Что у нас дальше? У нас есть календарь подарков, они не ежедневные, насколько я поняла, они проходят раз в три дня. Первым подарком у нас был воздушный шарик, и да, напоминаю, это коды. Вы должны обязательно заходить на сайт, смотреть код и вводить его в своей учетной записи, только после этого подарок официально перейдет к вам на почту. Это был шарик питомец, потом 20... нет, 17-го вчера это был кролик вот такой вот, и вот следующие все даты, когда мы получим следующие подарки. Я, если честно, очень надеюсь на СК, к примеру, 22-го, но, к сожалению, на том аккаунте, где я хочу эти СК, по-моему, должен закончиться старайдер бесплатный семидневный, я его ввела слишком рано. Вот, а я хотела очень сильно своей хине купить по Эндхорсу, не судьба. Также предложение с удвоением, вы можете купить комплекты с удвоением и получить кучу-кучу подарков. За подписку на месяц вы получаете шляпочки, СК, питомца, и да, насколько я помню, это питомец, который продавался с магическими андалузами, и вот такой вот обычный достаточно комплект амуниции вестерна. В случае единовременной покупки, то бишь лайфа навсегда, вы получаете данных двух питомцев, новые вальтрапы, об них мы поговорим чуть позже, шикарный вороной, черный, черный комплект амуниции, СК, ушки фрипа и колпачок на вашу лошадь. И ровно похожая акция у нас сейчас работает с эксклюзивными юбилейными наборами Стар Куэнса. За определенные комплекты вы получаете питомца, 3 шапочки и шапку на вашего персонажа. За самый большой комплект вы получаете комплект в стиле ретро, хотя не знаю почему в стиле ретро, он достаточно крутой, и плюс туда добавляется вот этот питомец. Так что вы можете зайти в свой личный аккаунт, нажать эту кнопочку или просто перейти в покупки Стар Куэнса или Лайфа, и вы увидите все, что входит в каждый из предложенных комплектов. И возвращение Старщайн Легаси. Ребята, я если честно ни разу не проходила эти игры. Да, человек, который снимает видосы по Стар Стейбл, но ни разу не играл в эту серию. Так что теперь у меня есть возможность сыграть в каждую из этих игр. Так что если вы хотите, чтобы я снимала, как я играю в данную серию игр по Стар Стейбл, прям с браузера, это вообще божественно, то пишите комментарии, что вы хотите увидеть данные видосики. Ну и следующая это песня в честь десятилетия, вы можете зайти на сайт, включить ее и послушать. Если я правильно поняла, она же и играет на фестивале Стар Стейбл. Так, так что с браузером, пожалуй, мы закончили, теперь возвращаемся обратно в игру. Как видите, комплект ретро уже на мне. Нет, 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 я не покупала Стар Коинса, к сожалению, сейчас я это сделать не могу. Хотя, учитывая то, сколько лошадей скоро нам завезут и неизвестно, останутся ли они навсегда, хотя хотелось бы. Я все-таки тратила по большей части шиллинги, благодаря накопленному сену, а вы радуетесь те, кто успел это сделать. А все остальное, к примеру, что стоит меньше 100 СК, я докупала уже за СК. Так что вот такой вот милый комплект. Впервые мне нравятся комплекты бело-розового цвета. И надпись десятилетия, которая скрывается... Что? Которая скрывается под моей кофтой? Подождите, комплект стиля ретро. Не может быть, это же не комплект первого года Стар Стейбл. Мне надо обновить свои знания и посмотреть об этом в интернете, потому что на комплекте, который вот этот вот, там все с этим нормально, там полноценные 10 лет. Может, я чего-то не знаю? Здесь 10 лет. Неужели комплект в стиле ретро, потому что это оригинальный практически комплект первого года? Но нет, он слишком новый. Может быть, он просто похож. Ребят, надо посмотреть. Олды, кто в курсе, напишите в комментариях, так ли выглядел первый комплект Стар Стейбл. Празднование первого года, если он вообще был. А теперь давайте поговорим о вот этом как раз комплекте. Так, мне надо вот одеть юбочку. Давайте я покатаюсь в нем, мне не жалко. Ответственный за день рождения. Здесь вы собираете подковки по 5 штук и обмениваете их на все предметы из данного комплекта. Все очень просто. Вы должны обижать... Во-первых, не забудьте про викторину, которая проходит в Морландии, Высокогорье Нильмир, Ферм Стива, Вейлден, Фергрови, Ранчо Старщань и Форт Пинтер. Если у вас есть возможность, пробегите, выполните там все викторины. Они достаточно простые. Ответы, если что, уже есть в ВКонтакте в группе по Стар Стейблу. Я не помню, как она точно называется, но там уже все ответы есть, да они достаточно простые. Стоит вам пройти их один раз, вы их запомните уже на всю жизнь. И выполнив там всю викторину, вы получаете тоже комплект амуниции. Единственное, там, по-моему, нет уздечки. Там есть бинты, нагавки, вольтрапы, два вольтрапа, седло и жакет. Но нет уздечки, насколько я помню. Это очень странно. Я бы лучше еще бы добавила туда уздечку. Или, может быть, я что-то не знаю, но, по крайней мере, у меня викторины вроде бы везде пройдены. Если я что-то не понимаю, тоже напишите мне в комментариях. Это будет мне... Это очень мне поможет. Так, что же все-таки продается здесь непосредственно на данной ярмарке? Здесь продается, точнее дарится, вот эта бесплатная лошадка. Я ее получила на абсолютно, абсолютно всех своих аккаунтах. И не жалею об этом. Даже, кстати, моему самому первому аккаунту Даши Панихом, который я считала, что уже, ну, просто там, девочка с пастельными волосами, эта лошадь ей просто идеально подходит. Потому что Даша у меня катается в похожих цветах одежды. И как раз глаза у этой лошадки слегка отдает сиреневой. И это просто божественно. Так что Даша теперь обзавелась, мне кажется, воистину своей идеальной лошадью. Что же в этом магазинчике? В этом магазинчике у нас продаются вкусняшки. Вот эти вот кусочки тортика. Я, кстати, ни разу их не скармливала своей лошади. Я их просто каждый год покупаю просто так. Торт в центре поляны. Его можно купить, насколько я понимаю, один раз. Или купить и съесть. Но я опять же покупаю и ничего с ним не делаю. Он просто лежит у меня в хранилище и никуда не девается. Как бы такая некая память. И вот же бутафория. Мел продает здесь... А да, она здесь продает все свои, как всегда, маскарадные усы и маски. Шапочки для лошадей в честь дня рождения. И как раз здесь она продает вот этот вот белорозовый комплект. Цены, конечно, там кусачие. Но если у вас есть желание, вы обязательно его получите. Здесь дискотека с новыми песнями. И диджей Кай как раз дает возможность нам поплясать. Вау. Поплясать и насладиться данным праздником. Здесь еще можно запустить фейерверки. Да-да, те, кто очень расстроился от того, что мы не провожали лето фейерверками и воздушными шарами. Здесь можно запустить только фейерверки. Я их уже купила, но еще пока не использовала. Я считаю, что это лучше делать летом. Итак, что же еще нужно знать о дне рождения? А знать нужно то. Ребята, вам эта информация очень поможет. Как только я эту информацию поняла, мне на оставшихся аккаунтах... Мне их дофига, вы знаете, кто знает. Мне стало проще собирать подковки. Чтобы собрать абсолютно весь этот комплект, не считая питомца. Питомница дается за код. Вот весь этот комплект. Вам нужно 40 подковок. Вы спокойно можете их все собрать. Местонахождение подковок вы можете найти в интернете, на ютубе. Там уже есть видео иностранных ютуберов по ССО. Но я лично по ним и собирала все эти подковы. Так что спокойно можете садиться, включать видосик и одновременно с этим бегать и собирать подковки. И за 40 подковок, ни больше, ни меньше, вы сможете получить весь этот комплект. И если же у вас остались подковки и вы собрали больше 40 штук, вы их сможете обменять здесь же, у ответственного за день рождения, на 20 шиллингов. Но я считаю, что собрали ровно 40 и достаточно. Можете идти и обменивать их на эти комплекты. Чтобы вы не потерялись, самой последней вещью в комплекте даются перчаточки. То есть как только вы получили перчаточки, все, можете не заморачиваться. Подковок, насколько я помню, вы больше не найдете, потому что они исчезают для вас. Но, по крайней мере, мне кажется, у меня так было. И все, вы можете с кистью совестью кататься в этом шикарном комплекте и на шикарной бесплатной лошадке. Так что на этом обновление подходит к концу. А что же нас ждет на следующей неделе? Из ранее поста на сайте StarStamble мы можем посмотреть все, что у нас будет. На следующей неделе, как видите, сейчас у нас 10 лет обновления. На следующей неделе обновление фермы Стива. Стив решил отремонтировать фермы, и он уже почти готов показать плоды своих трудов. Он подобрал для этого идеальное время, ждя открытия на второй неделе празднования. Вы можете зайти в инстаграм StarStamble, и там, конечно, в не самом идеальном качестве, но вы можете увидеть, как будет выглядеть обновленная конюшня фермы Стива. Внутри, конечно же, ничего не поменяется, но само здание станет, наконец-таки, на идеальный красно-белый амбар. Это просто идеально, мне кажется. Я буду бегать вокруг него и петь песенку из My Little Pony, когда они строили амбар Apple Jacks со своей семьей. Это просто будет идеально. Потом у нас будут новые варианты мастей. К нам приедет 6 лошадей в новых мастях. О, ребят, надеюсь, они останутся у нас навсегда, и мне не придется скупать их все, иначе я вообще останусь без эска. Да, я думаю, многие другие тоже сейчас не имеют возможности покупать лошадей столько, да и, в принципе, даже одну лошадь не могут купить. Поэтому я надеюсь, они их добавят, оставят. Мы вздохнем и выдохнем с облегчением, что мы успеем их еще купить. Также потом будет неделя с обновлением, вечеринка продолжается. Будет дискотека, и мы сможем отправить в небо фонарик и сфотографироваться в фото зоне. А потом будет неделя охоты за сокровищами. Вот это уже очень-очень интересно. Там будут загадки, сокровища какие-то, и также мы сможем поболтать с гостями вечеринки и узнать поближе, и раскрыть тайны Юрика. А вот как раз, собственно, и картинка. Давайте я приближу, глядишь, это будет намного лучше видно. Так вот, да, сейчас у нас 10 лет. Потом вот так вот будет выглядеть обновленная ферма Стива. Ребята, это ведь действительно как просто настоящее амбарье восторги. Потом завезут вот 6 новых мастей лошадей. Жди меня, мой арабик, ты последняя частица, которую не хватает в моей коллекции обновленных арабов. Потом будут вот это вот с фото зоной. И как раз потом вот это с охотой на сокровища. Так что это все недели, что будут у нас впереди. Так что ждем, надеемся, искупаем и празднуем. На этом видео обновление подошло к концу. Так что спасибо, что вы его посмотрели. Мне, кстати, очень приятно, когда мне пишут люди, которые случайно попали на задний фон моего видео, и они пишут мне об этом. Это мне очень приятно, что человек случайно попал на задник, на задний фон, и он себя увидел. Это же, ребята, это действительно всегда так приятно и смешно посмотреть на себя со стороны даже в игре. Ну, что-то я заболталась. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я рада буду с вами пообщаться именно там. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, и до встречи в следующих видео. И хороших вам празднований всех этих недель. Субтитры подогнал «Симон»!